Очень много пасторов со всего мира приезжают к Дону на консультацию. Они прилетают, чтобы попасть к нему на приём. Если их послушать, они жалуются на своих людей. Высказывают неживольство. Жалуются на то, что с ними надо возиться. И Дон сидит и слушает их, слушает, что из них выходит. Им нужен человек, которому они могли бы излить свои чувства. И я не критикую их за это, потому что иногда человеку нужно высказаться и поделиться тем, что происходит. Но можно с точностью сказать, что их здоровье начало давать сбой, потому что к своим людям они выработали отношения ропота, недовольства и критики, вместо того, чтобы иметь благодарное отношение. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты дал мне этих людей. Спасибо Тебе за людей, которые у меня есть. Если посмотреть на Моисея, вы увидите, что ему помешало войти в обетованную землю. Это то, что он перестал быть благодарным за положение, которое он занимал, и за то, что Бог дал ему. Он начал говорить, «Эти люди, которых Ты дал мне». Это слова, которые сказал Адам в Эдемском саду. Это женщина, которую Ты мне дал. Это женщина, которую Ты мне дал. Он не взял ответственность за случившиеся на себя. Если бы он взял на себя ответственность, может, все бы закончилось иначе. Если бы он просто исповедовал свой грех перед Богом и поблагодарил за женщину. Спасибо Тебе за эту женщину, но здесь я напортачил. Но Адам этого не сделал. Такой поступок ставит человека в крайне опасное положение. Когда вы начинаете обвинять кого-то другого в своей проблеме, и делая так, вы начинаете его судить. Да. Судить. И теперь вы решили, что вы бы так не поступили. вы разворачиваетесь и говорите. Вот что я вам скажу. Если бы я был на их месте, я бы так не поступил. Неужели? Если бы вы были на их месте, вы бы именно так и поступили, потому что они так поступили. Иисус сказал, «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Вы будете судимы своими же словами. Вы будете судимы не тем, что они сделали, и не тем, как они поступили с вами, или что они о вас сказали, а своими словами и тем, как поступили вы. Так вы устанавливаете стандарт, критерий для своего суда. Да. И чем выше вы его устанавливаете, обвиняя кого-то другого, по такому критерию вы будете судимы. Если только у вас не хватит ума сказать, «А, о, это я! Сперва измени меня!»